Беларусь не хочет воевать, впрочем, готовится к этому. В стране продолжается подготовка соответствующих подразделений и не только. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, которого цитирует Белта. Цитирую также Лукашенко, «Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне. Но это не я придумал, это очень правильно сказано», заявил Лукашенко. По его словам, в Беларуси продолжается подготовка соответствующих подразделений. В том же числе поставляются различные виды вооружений и техники. Это и другие темы. Обсудим с журналистом, политическим деятелем Беларуси и советником Светланы Тихановской, Франтишком Вечеркой, который к нашему эфиру присоединяется. Франк, приветствую. Добрый день. Хочет ли Беларусь войны? Лукашенко, не Беларусь. Тут надо разделять, я понимаю. Ну, Лукашенко хочет понравиться Путину и будет делать все, чтобы угодить ему. Понятно, что надо доказывать свою нужность, свою эксклюзивность, необходимость. Он пытается как-то вписываться в общероссийские нарративы. Мол, мобилизация в России, ну мы здесь тоже мобилизируемся. Но понятно, что белорусское общество имеет очень такой сильный антивоенный консенсус. Вот даже последние опросы, которые мы получили две недели назад буквально, они показывают, что еще более уменьшилось количество тех, кто считает, что Беларусь должна каким-либо образом поддержать Россию в войне против Украины. Лукашенко это тоже чувствует, но пытается создавать такое давление на свое окружение, на силовиков, напрягать их, чтобы держать вокруг себя такое крепкое кольцо обороны, ну и оправдывать, почему усиляются репрессии, почему мы все должны отдавать на войну и на поддержку Путина. Так к чему сейчас готовятся белорусские силовики и белорусская армия? Ну они последние 4 года делают одно и то же, это постоянное учение. Обычно это учение или на территории Беларуси, или с выездом на территорию Российской Федерации. То есть сказать, что там большое изменение в сравнении с 22-м годом нельзя. В 22-м году, правда, было большее скопление российских войск на белорусской территории. Сейчас в основном эти учения только исключительно белорусскими силами. Чаще всего эти учения подразумевают борьбу не против внешнего агрессора, а именно против борьбы с белорусским народом. Для разгона митингов, демонстраций созданы 4 новых подразделения внутренних войск и сил специальных операций для разгона протестов. Изменены законы, которые позволяют трять милиции и военным на поражение мирных протестующих. Понятно, что если он и готовится к войне, то это с белорусами в первую очередь. А это каким-то образом связано с периодическими перебросками российских военных на белорусскую территорию? Переброска происходит, происходит также обмен военной техникой. На территории Беларуси проходит модернизация и ремонт военной техники, которая была поражена в войне против Украины. Но почти вся техника, которая была на ходу у белорусских вооруженных сил, она уже отдана или продана России, Путину. Поэтому даже если будет какая-то война, то воевать, то, собственно, нечем. Я бы сказал, что это такое сотрясание воздуха, создание чувства постоянной угрозы, давления на Литву, Польшу, Латвию, чтобы они вместо того, чтобы помогать больше Украине, что необходимо, они укрепляли собственные границы, наращивали собственные силы, чтобы растянуть силы и чтобы таким образом помочь Путину в этой войне. Лукашенко неоднократно делал заявления, которые иначе как угрозой западным государствам не назовешь. По сути, эти заявления касались, ну, например, находившихся тогда на территории Беларуси вагнеровцев и так далее. Мол, он их сдерживает, они уже и в Суваловский коридор давно собирались идти, и на Польшу, казалось. После этого, естественно, размещение ядерного оружия, или якобы размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Но при этом Лукашенко сделал следующее заявление. Нам не надо кому-то угрожать, мы не хотим чужой земли, нам эту, дай бог, обработать. К чему тогда это? Как получается совмещать угрозы и такую пассионарность в данном случае? А потому что первый месседж направлен на другие страны, на соседей, а второй месседж направлен на беларусов, которые не хотят войны. Мол, я здесь защищаю мир, а первый месседж, ну вот вы там в Литве, Польше, Брюсселе, а вы меня побойтесь, потому что у меня ядерная дубинка. Это обычная риторика Лукашенко, и обычно в одном спиче он может совмещать абсолютно несовместимые вещи и месседжи. Поэтому здесь скорее вопросы к психиатрам, чем к политическим экспертам или политикам, как его интерпретировать. Я думаю, что в первую очередь это шантаж и информационно-психологическое давление, а уже во вторую очередь это какая-то реальная подготовка к войне. Сегодня объяви он мобилизацию или на самом деле там организуй какие-то провокации военные на границе, это будет для него суицидом, потому что это создаст внутреннее напряжение, взрыв в обществе, раскол в белорусских элитах. И этого он, конечно, не хочет допустить, поэтому пока что ограничивается исключительно такой жесткой риторикой. Можно ли расценивать подобные заявления как некая попытка дистанцироваться от путинской агрессии, от российской агрессии? Да, он принимает непосредственное участие в этой агрессии или всячески помогает, потворствует Путину его замыслом. Однако не руками самого Лукашенко. Я не думаю, что он дистанцируется, потому что оно вписывается в общую канву. Просто они в этом оркестре с Путиным играют разные партии, но все равно это одна мелодия. Это попытка агрессии ослабить Запад, взять реванш над демократиями во всем мире. У них могут расходиться там разные послания, даже как в случае с Крокус-центром, они очень по-разному комментировали эти события, но они не противоречат друг другу. И не стоит рассматривать Лукашенко отдельно от Путина. Лукашенко понимает, что белорусы другие, чем русские. Он понимает, что белорусы никогда не поддержат. Я, например, не верю, что белорусы вступят в войну против Украины. Но Лукашенко нужно как-то вертеться, доказывать Путину, что он все держит под контролем, а с другой стороны боится, чтобы, не дай Боже, не взорвать белорусское общество. Ведь в белорусском обществе он не имеет большой поддержки. Он это чувствует, поэтому всегда делает такие реверансы в сторону мира. Но это фальшь. Франк, так если Лукашенко в непосредственной зависимости от Путина, Путин ведь может отдать приказ атаковать какое-нибудь западное государство? Может отдать приказ, но если будет попытка втянуть белорусскую армию, тогда повалится вся ситуация для Лукашенко и для Путина внутри Беларуси. И это будет еще один большой очаг сопротивления. Если российские войска сделают такую хард-оккупацию Беларуси, как они сделали на востоке Украины, это будет встречено сопротивлением. Белорусы пойдут в партизаны, как это было в начале войны, когда с белорусской территории входили российские танки. Они это понимают, поэтому, скорее всего, они будут держать Беларусь как такую буферную зону, такой авианосец для российской армии, инструмент для постоянных угроз и создания напряжения против стран НАТО. Но на данный момент они не готовы для эскалации и военных действий против стран НАТО. Но если они на это пойдут, я думаю, что они будут обречены оба диктатора. Франк, спасибо большое. Франтишик Вечерко, журналист, политический деятель Беларуси и советник Светлана Тихановская присоединялся к нашему эфиру. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok